Время новостей на телеканале Актиз. В студии Андрей Иванов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. История в кинохронике. В городе нефтехимиков восстанавливают старые видеозаписи и собирают уникальную видеоколлекцию. Творчество по-соседски. 15-й год. В Ангарске проводится муниципальный конкурс «Дом, в котором я живу». Лучше гор могут быть только горы. 8 августа свой профессиональный праздник отмечают альпинисты. А теперь обо всем подробнее. Шесть школ в Иркутской области получат субсидию на ремонт спортплощадок и благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В список вошли учебные заведения Иркутска, Казачинско-Ленского и Нижнеудинского районов. Также в Ангарске ремонт проведут на территории лицея номер 2 имени Михаила Янгеля. Дополнительные средства можно потратить на реконструкцию спортивных стадионов, установку освещения, замену ограждений, обновление покрытия. Общий объем субсидий из областного бюджета составляет 32 миллиона рублей. В разгар лета многие ангарские дворы начинают расцветать. А наиболее удивительные примеры ландшафтного дизайна и садоводческого мастерства демонстрируют участники муниципального конкурса «Дом, в котором я живу». Его проводят уже 15-й год и с каждым разом номинанты становятся все более изобретательнее. Накануне представители муниципальных властей посетили несколько дворов, чтобы познакомиться с теми, кто создает уют в городе своими руками. Егор Сорокин с подробностями. Этот райский уголок во дворе 34-го квартала дел рук Маргариты Волосатовой и ее мужа. Победителями конкурса «Дом, в котором я живу» они становились дважды. Не так давно скончался супруг Маргариты Константиновны. Женщина продолжает ухаживать за садом собственными силами. В этом году она планирует победить в номинации «Дизайн». Мы побывали на острове счастья, радости и красоты. Это реально. Я знаю, что на протяжении 15 лет в нашем городе проходит конкурс «Дом, в котором я живу». Но это не дом, в котором я живу, а это именно те участки и та местность, которая окружает этот дом. И как ее украшают, как ее наряжают живыми растениями наши жители. Это просто фантастика. А эта Альпийская горка в 2021 году уже становилась победителем конкурса. Но жители 29-го микрорайона не намерены останавливаться на достигнутом. Как отмечает главный инициатор Ирина Чикоданова, без помощи соседей и особенно трудолюбивой молодежи, о таком полисаднике можно было только мечтать. Мы привлекаем молодежь, чтобы своим примером, что мы садим, они должны продолжать наши труды, наши идеи, чтобы наши дети смотрели на взрослых и учились. Данный конкурс своей истории доказал, что это нужно проводить, что такие островки красоты, они радуют ангарчан. И все больше и больше людей облагораживают свои дворы, создают красоту вокруг. Ну а этот двор знает, наверное, каждый ангарский садовод. Здесь Татьяна Агеева воплотила в жизнь мотивы детских сказок. В прошлом году ее работа вошла в число победителей конкурса. Теперь Татьяна Александровна уверена, что проделанная за год работа достойна гран-при. Главная мотивация – это сделать свой двор, свой город лучше, красивее. И действительно, мы видим удивительные уголки, просто удивительно. Сколько уходит сил, средств даже на это все. Но наши женщины, конечно, творят чудеса в наших дворах. По традиции победителей определят в четырех номинациях. Это дебют, дизайн, лучшая коллективная работа и полисадник частного двора. Итоги объявят в сентябре. Но, как отмечают участники конкурса, воля к победе часто уходит на второй план. Куда важнее испытать чувство гордости за проделанную работу и дать позитивный пример окружающим. Егор Сорокин, Олег Левченко, Местное время. Школьные рюкзаки подорожали почти на 60% с прошлого года. А такие данные приводит агентство Prime. По подсчетам аналитиков, средняя цена нового ранца составляет почти 5000 рублей. Авторы исследования объясняют это удорожанием логистики. Не исключено, что имеет место искусственный подъем цен на фоне сезонного спроса. Родителям школьников рекомендуют закупать принадлежности заблаговременно. В один из ночных клубов в центре Иркутска нагрянул полицейский спецназ. Вместе с оперативниками наркоконтроля и инспекторами по делам несовершеннолетних, они проводили там профилактический рейд. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, цель такого визита – предостеречь посетителей от употребления и распространения психотропных веществ. Также полицейские искали несовершеннолетних, нарушающих комендантский час. Во время проверки у нескольких человек обнаружены признаки наркотического опьянения. Их отправили на медицинское освидетельствование. По каждому нарушению в отношении владельцев клуба возбудили административные дела. Кедровые орехи признали стратегически важным товаром. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Это значит, что теперь за контрабанду орехов будет грозить серьезный тюремный срок – вплоть до 12 лет. Правда, как уточняется в документе, речь идет именно о тех орехах, которые растут на корейской сосне. Отмечается, что данная инициатива не затрагивает тех, кто собирает шишки для заготовок. В Ангарске окружная администрация выделила помещение для лабораторного корпуса архива кинодокументов. Здесь инженеры и культурологи не только восстанавливают историческую правду, но и возвращают к жизни старые кинопленки. Специалисты архива рассказали о формировании коллекции и редких находках. Подробности далее. Гаснет свет, узкий луч прорезает темноту, и на экране появляются знакомые лица. Это заядлые кинолюбители ангарской студии «ДК-фильм». Их картина «Американская ночь», снятая в 70-х, повествует о разногласиях на съемочной площадке, неудачах актеров и прочих студийных перипетиях. Олаживает все конфликты владыка творческого процесса – режиссер. В советские годы произведения ангарских авторов показывали в общежитиях и ЖЭКах. Его демонстрировали на играх КВН и других конкурсах. А это уже отрывок фильма «Возвращенное время», который в поэтической форме повествует о коллекционере часов Павле Курдюкове. Когда мастер посмотрел картину, то сказал «У вас получилось лучше, чем есть на самом деле». И это была самая большая награда для клуба «ДК-фильм». Студийцы не просто создавали игровое кино, но и выполняли общественно важную работу – писали историю города. Немного немецких солдат, а остальных отвели на отдых, начали операцию. На глазах у всех группа захвата, пять человек, оказалась в немецкой траншеи, а через секунды уже вшестером неслись к нашим траншеям. На кадрах – пионеры на выставке, посвященной Великой Отечественной войне. А эта студия «ДК-фильм» снимала на пленку соревнования по мотокроссу в пойме реки Китой. Тогда на старт вышли спортсмены с разных уголков СССР. Само по себе кино – это вообще иллюзия, потому что мы видим, если развернем пленку, мы увидим неподвижные кадрики. Если эти 24 кадрика быстро прокрутить за одну секунду, возникнет иллюзия движения. То есть все кино – это иллюзия, это обман. И вот эти 24 кадра секунды, этих секунд, когда там много, получается движение. То есть на экране возникают люди, которые общаются, где-то происходит драма, комедии. А все это обман на самом деле, все это неподвижные кадры. Студийные фильмы, снятые на пленку формата 8 и 16 миллиметров, хронометражом до 10 минут отцифровала, отреставрировал инженер Вадим Пинхусович. Кропотливая работа выполняется вручную. Время пленки не пощадило. На некоторых высох эмульсионный слой, из-за чего киноленты стали хрупкими и начали ломаться. Восстановление занимает около 7 часов. На 10 минутах пленки 15 тысяч кадров. Каждый надо сфотографировать. Из них потом мы делаем видео, как бы секвенцию, объединяем. Принято считать, что сегодня черно-белое кино способно заинтересовать лишь редких эстетов. Однако, как считает культуролог Геннадий Курнаков, советские кинопленки хранят историческую правду. И с годами запрос на нее постоянно растет. Эти материалы он собирал десятилетиями. Этим материалом можно еще пользоваться. То есть снимать программы какие-то, пакеты. По истории города Ангарска. Можно даже какой-то фильм снимать определенного плана и туда внедрять вот эти вот кадры. Это будет очень интересно ангарчанам. Тут много лиц, много людей, которые, возможно, у них дети есть, могут они узнавать даже своих родных, близких. Сейчас кинолюбители продолжают заниматься реставрацией исторического материала. Эти ценные кадры помогут ангарчанам узнать больше о своем городе. Каким он был 30, 40 и 50 лет назад, помогут сохранить это для будущих поколений. Все, кто желает посодействовать кинолюбителям в сборе и восстановлении городской хроники, могут обращаться к ним напрямую. Александр Вычков, Оксана Карекунова, Дмитрий Новопашин. Местное время. В Ангарском округе с размахом отметят День государственного флага. Праздник состоится 22 августа. Патриотические мероприятия откроют шествие с 30-метровым триколором. Колонна стартует от Дворца ветеранов Победа в 11.45 и проследует до площади Ленина. Там состоится основная программа. Вместе с этим для ангарчан будут организованы различные викторины, творческие занятия и спортивные состязания. В Саянске сотрудники МЧС спасли косулю. Дикое животное застряло в бункере очистных сооружений. Как сообщают в ведомстве, при помощи сети и альпинистского снаряжения спасателям удалось вытянуть парнокопытное из ямы. Сразу после вызволения животное выпустили обратно в лес. 8 августа свой профессиональный праздник отмечают те, кто посвятил себя покорению вершин. И не абстрактных, а настоящих горных. Речь идет об альпинистах. Это о тех, кто предпочитает любоваться красивыми пейзажами с высоты птичьего полета. А забираются туда экстремалы с собственными силами. Отчего столь опасный вид туризма с годами не теряет своей популярности, узнавала Анастасия Москаленко. Душа требует красоты и высоты. А раз так, значит пора в горы. Круглый год неизведанные скалы притягивают к себе любителей туристического экстрима. Настоящих искателей приключений не останавливает ни ветер, ни холод, ни другие опасности. Как покорять вершины Виктор Петрович Никонов знает не понаслышке. Альпинист с полуэйковым стажем. На его счету более трехсот восхождений. Я три раза ходил на 7 тысячник. 7134 метра пик Ленина на Памире. Ну, маршрут там несложный. Там пешеходные маршруты. Гора высокая, но пешеходные маршруты. Но, тем не менее, требуется постоянно хорошая акклиматизация. То есть, постоянные тренировки до выезда в горы, чтобы потом наверху без кислорода быстрее привыкнуть. Перевки в ветру! На этих кадрах запечатлено восхождение ангарской экспедиции на гору Тхау-Лагири, в составе которой будущий мэр ангарского округа Сергей Петров. Вкус разреженного горного воздуха он познал еще в 17 лет. И, как признается сейчас, альпинистская романтика не отпускает и по сей день. В общей сложности в горах подсчитали. Три года провел брать по количеству дней, больше тысячи дней в горах. Поэтому пауза особо не было. Здоровье позволяло, поэтому нормально ходили. За плечами Сергея Петрова покоренные Гималаи, Кордильеры и другие хребты Южной Америки. Но самый сложный подъем произошел 18 лет назад в центральной части Непала. Тхау-Лагири находится на седьмом месте в списке самых сложных и опасных вершин планеты. Высота более 8 тысяч метров. Вот это свидетельство, выданное Министерством по туризму Непала, о том, что мы поднялись на вершину Тхау-Лагири 6 октября 2005 года. Сейчас, несмотря на плотный рабочий график, Сергей Петров все еще находит время на любимое увлечение. В последний раз поднимался в горы около двух лет назад. Это был Эльбрус. К слову, супруга Сергея Анатольевича не только одобряет увлечение мужа, но и сама участвует в походах. В альпинизме там проживаешь три фазы. Первая фаза – это все равно с кем, все равно куда, лишь бы в горы. Вторая фаза – уже не лишь бы куда, туда, куда хочу. А третья фаза – это вот туда, куда хочу и с кем хочу. Вот это уже самая интересная фаза, когда действительно ты уже можешь выбирать с кем ходить и куда хочешь ходить. Поэтому, слава богу, много лет мне в третьей фазе довелось пожить. Сегодня альпинизм по праву один из самых опасных видов деятельности. И все же горы ценные тем, что именно там возможности человека проявляются ярче всего, а друзей приобретаешь на всю жизнь. Ведь от мастерства и подготовленности того, кто рядом, часто зависит жизнь и безопасность всей команды. Все, как пел классик. Анастасия Москаленко, Александра Сычева, Дмитрий Новопашин, Алексей Выборов, Руслан Ульмасов. Спортсмены из Иркутской области завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях под зюдо. Турнир проходил в Красноярске в начале августа. На ковер вышли более 130 борцов из разных регионов страны, а также Таджикистана и Белоруссии. При Ангаре представляли трое мужчин и две девушки. По итогам состязаний иркутянка Дарья Коваленко и Семен Курташов из Черемхова получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в конце сентября в Кемерово. На две золотые, серебряную и бронзовую медали пополнилась копилка наград ангарских велосипедистов. Эти достижения воспитанники Андрея Савина и Юрия Киселева завоевали на восьмом этапе Кубка России. Турнир состоялся в начале августа на велодроме «Маринский» в Москве. Майя Савина и Софья Ситникова-Рыхлицкая снова одержали уверенные победы в гонках. Московская трасса достаточно сложная и конкуренция. Здесь в Москву съехались сильнейшие гонщики. Первый день у нас получился старт и мая закатилась пятая. Но на второй день, так скажем, и погода хорошая была, и настрой был боевой, и смогла закатиться второй. Но по результатам, по баллам, она получила 7 баллов и прошла на третье место. Ну, а хроногоночку проехала даже на второе место. Могла, конечно, поработать, но все равно действующие чемпионки России Суворова, Наталья Бондаренко, Ярослава. Ну, все-таки катят быстро. Софья молодец. Также все дни первое лучшее время по хроногонке. Несмотря на успех, домой ангарчане не торопятся. Для них спортивные сборы продолжаются уже в Саранске, где вскоре состоится очередной этап Кубка России. У меня все на сегодня. Если что-то пропустили или хотите узнать новое, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Кроме ознакомления с информационной повесткой дня, вы можете предлагать и свои темы для новостей. С вами был Андрей Иванов. До встречи в эфире. До свидания.